Субтитры создавал DimaTorzok Ладно, очень приятно вас сегодня видеть. У нас паблик-ток, это формат публичного интервью. Собираем туда аудитории. Я хочу начать с такого немного ощупительного вопроса. Я знаю, что вы не любите, когда вас называют стрип-танцовщицей. Ну, и предпочитаете, чтобы вас называли стрип-танцовщицей на пилоне. Ну, собственно, так оно и есть. А с чем связано вот это вопрос? Ну, связано это с тем, что в нашей стране, да и не только в нашей стране, к профессии стрип-танцовщи относятся скептически. Потому что сейчас ряд заведений практикуют объединение профессий, так сказать, танцовщиц и еще древнейшей профессии. Соответственно, репутация самой профессии как танцовщица, стрип-тизерша, естественно, не самая лучшая. То, что делала я много лет назад, когда в стране называлась стрип-тизом, это было совершенно не стрип-тиз, это был пол-дэнс. Но тогда я не знал, что есть такой вот пол-дэнс. Я долго мучилась, не знала, как себя назвать. То есть и танцовщицей я, в принципе, себя назвать не могла. И вроде бы как уже и не гимнастка, и не совсем стрип-тизерша. Вот прошло очень много лет, и наконец-то определили, что есть такой вид танца на пилоне. Но, тем не менее, СМИ продолжают активно вас называть. Ну, СМИ нужны яркие заголовки. И, конечно же, если читатель видит два заголовка, там, танцовщица на пилоне, или увидит стрип-тизерша, естественно, он откроет ту статью, на которой будет вот такой вот заголовок. Вы как-то боретесь? Ну, я знаю, например, многие артисты борются с определенными формулировками. Мы пытаемся, но, конечно же, это не забудется никогда. Потому что есть миллион примеров мировых знаменитостей, которые уже успели там очень много всего сделать, напомнят какие-то старые грехи, и постоянно их достают, постоянно откапывают. Каждый хочет откопать сенсацию. Я все-таки зачитаю вам информацию, прежде чем мы начнем говорить о вас и о том, как вы начинали. Вы на сайте вашем информация официальная. Вы говорите о том, что переломным моментом в жизни считаете 2000 год, когда в 15 лет начали подрабатывать деньги в караоке-ресторане. Расскажите, почему, что привело вас, что вынудило зарабатывать деньги в караоке-ресторане? Как все начиналось? Ну, в принципе, работу всех вынуждает в таком сложенном возрасте, и, конечно же, необходимость в средствах. Так как меня воспитывала мама одна, то есть папа принимал очень незначительное участие в моем воспитании, потому как мы взялись, когда мне был всего один год. И, конечно же, стремилась помогать. Мне хотелось хорошо одеваться, мне хотелось дарить какие-то подарки маме. И на летних каникулах я решила устроиться поработать. И так получилось, что знали, что я занималась в очень многих кружках, то есть реально все, что касалось творчества и сцены, со всем я дружила. И одна из моих подруг, я в цирковой студии, это не училище, это студия цирковая, ДК у нас была. И одна моя другая предложила, ты не хочешь поработать в караоке, там нужно заполнять паузы, петь, подкрывать, какие-то песни ставить. Тогда это просто было совершенно не похоже на те короткие рестораны, которые сейчас. Когда это была такая палатка, над которой был такой большой ламповый телевизор, пульт, значит, один микрофон на шнуре. И люди заказывали там за 3 или за 3 гривны, я уже не помню песню. Сколько вы зарабатывали тогда? Я тогда зарабатывала где-то около 10-15 гривен. Вас это не устраивало? На тот момент это была неплохая зарплата, не все взрослые так зарабатывали. Но я работала с 5 вечера и до самого утра. Причем, как бы, очень сложно было работать ночью, потому что громкая пение не совсем было разрешено. И я прикинула, как эти конфликты решить, как с кем договориться, чтобы все-таки поработать дольше, чтобы заработать каких-то денег, потому что система была такова, что у меня была определенная сумма, которую я должна была сдавать директору. Я сдавала эту сумму, а дальше я работала как бы на себя. Поэтому в моих интересах было работа до 8 утра. Вы, ну, у вас папа Линна, инженер по образованию, мама Каинка. У меня был вопрос, но, наверное, у вас сейчас отказка, как вы сказали, что папа развелись, и папа с раннего детства не особо принял участие. Ну, наверняка очень многие задают вам вопрос, как папа реагировал на ваши деятельности. Я хотела спросить, конечно, как папа влиял на ваше воспитание, чему он вас научил, какие азы. Потому что наверняка он не проснулся в один прекрасный день и не узнал, что дочь танцует на пилоне. Наверняка к этому шли какие-то определенные вещи. Я занималась цирковой студией, и папа приходил на мои выступления, когда я выступала цирковыми номерами. Потом был период, когда мы не общались где-то год, там, по каким-то его причинам он не находился в стране. Вот, и я очень тосковала, не могла справиться с какими-то своими проблемами. Конечно же, чувствовала обиду, что нет одного папы, который бы тут же решил все мои проблемы. Сколько вам тогда было лет? Ну, это, наверное, где-то в возрасте 11 лет, вот он исчез на год. Потом он вернулся, вот, и как бы уже немножко другое отношение мое было. Естественно, я уже не считалась, скажем так, с ним. И не могу сказать, что мне прям как-то вбивали какие-то там правила жизненные или устои. И они просто как-то вот питались, наверное, с кровью. То есть что-то в любом случае от отца мне досталось. И вот, минимум, характер такой упертый и вредный. И когда мой папа пришел и сказал мне, что ты должна все это бросить, вот, прекратить. И я сказала, что когда мне нужна была твоя помощь, ты там не присутствовал, поэтому сейчас я буду тоже самостоятельно разбираться. Вот. И мы поссорились и очень долгое время не общались. Потом где-то, наверное, прошло года два или три и мы не общались. Потом я стала чемпионкой Украины и победой в артуре Саны, естественно, везде зазвучала. Вот. И в какой-то степени там и гордость его была, и он понял, что это никак не влияет на мои человеческие качества, потому что я остаюсь нормальным человеком, нормальной девушкой. Вот. У меня были серьезные отношения тогда с парнем. Ну, то есть как бы я не была, знаете, не гуляла. И как бы он смирился, наверное, принял. Как вы думаете, как бы развались ваши отношения, если бы вы, к примеру, не достигли успеха, такого успеха, какого достигли? Потому что я вот так понимаю, что все равно отчасти именно это сыграло роль примирения вашей социальной. С отцом? Ну, не знаю, может быть, если бы я пошла работать там, не знаю, продавцом или еще какую-то другую там профессию выбрала, он бы тоже был доволен. Уже сейчас, находясь в достаточно таком немолодом возрасте, естественно, отец отняет какие-то там, возможно, свои ошибки, что он там что-то не смог дать своим детям, там, еще что-то. Но мы его любим все, поэтому мы ему благодарны за то, что мы здоровы, красивы, и он говорит, всегда не устаешь, что там, мы должны благодарить, что вы такие красивые. Вот, потому что он приложил к этому руку. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй руку тоже. Большинство ребенок в семье, самый младший, как-то... Не младший, если младший, еще сын младший есть. У отца там, он живет в Италии, и мы почти все вот живем в разных концертах. Часть сестер находится в Ереване, один брат живет в Киом-Роге, я живу здесь, и младший брат живет в Италии. Ну вот вы чувствовали когда-то, может быть, недостаток внимания или, наоборот, его преизбыток, ну так как все-таки, да, сейчас твой ребенок? У меня, знаете, какой-то как и плюс, так и минус отсутствие воспитания, потому что я была предоставлена сама себе, где-то начиная с 15 лет, я просто была полностью предоставлена сама себе. Никто не контролировал, не студил, во сколько я вожусь, сделала ли я уроки, пошла ли я в школу. Ну, то есть, конечно, ну это было с тем связано, что у мамы моей был тяжелый период в жизни, как бы, у отца, и она разводилась, и, в общем, было не до меня, и как-то я так осталась сама по себе. Ну, был период, когда мне казалось, что ничего хорошего у меня в этой жизни не было, что, как бы, в принципе, ну, вокруг меня окружали дети из нормальных семей, в которых там лица родителей заботятся о том, чтобы дать там образование, чтобы, да, купить на зиму хорошую одежду. У меня были проблемы, когда я не приходила в школу, пропускала занятия по причине того, что у меня не было возможности купить тетрадки. То есть, я стеснялась идти на урок, потому что учитель говорил, так, все достаем тетрадь, мы должны завести тетрадь, там, по математике, например. И, как бы, там, ты раз говоришь, я забыла, там, второй раз говоришь, я забыла, а третий раз тебе уже просто стыдно говоришь, что ты забыла, и тем более учительница говорит, если ты третий раз так халатно относишься к тому, что я сказала, значит, мы тебе ставим двойку, а ты понимаешь, что ты эту двойку не заслужил, вот. И в какие-то моменты я стала проходить мимо школы, вот, то есть я перестала туда ходить, потому что мне было неудобно. Когда эта ситуация... Когда я стала зарабатывать деньги. И, да, и так получается, я в какой-то момент хотела совмещать и учебу, и работу, но это было невозможно, что я работала ночами, я работала с 5 вечера до самого утра, и утром идти в школу, это было... Школу закончили? Я бросила школу, я бросила школу и вернулась я к школе спустя какое-то время, когда я уже стала чемпионкой. Более того, когда я раздавала свои первые автографы, я жутко переживала о том, грамотно ли я написала пожелания человеку. И тогда, я помню, я уже стала зарабатывать деньги, то есть у меня уже было какое-то имя. Я позвонила преподавательнице и наняла частного педагога по русскому и украинскому языку. И стала учиться заново. Ну, и не только русско-украинское, я потом подтягивала все предметы. И, значит, помню, когда я звонила, и мне надо знать, если я что-то решила, мне надо прямо сейчас. Я звоню, говорю, здравствуйте, здравствуйте. Я хотела бы узнать стоимость занятий, и как долго следует заниматься, час или два, как вы порекомендуете, на что мне ответили, что все зависит от того, что вы хотите для своего ребенка. А я говорю, вы знаете, я не для ребенка, я для себя. Ой, вы, наверное, какую-то научную работу учите или еще что-то. Я говорю, да нет, мне просто как бы разобраться там, чего и как. Вот, и я помню, что первый урок мы назначали на 1 апреля. Ну, и у меня преподавательница, да, получается, вот как раз, вот сколько где-то он был. И когда пришла преподавательница, я открыла двери. И она говорит, вы знаете, я долго думала, что это шутка. Потому что она не поверила, ну, исходя из того, как я там строила предложение, как я говорила, что я могу нуждаться там в каких-то услугах. И мы стали с ней заниматься, и она стала большим для меня другом и поддержкой. То есть у меня было очень много комплексов по поводу того, что я там пропустила название, там еще что-то. И она мне очень во многом поддержала, убедила и сказала, что там у меня есть способности к тому, чтобы писать. Вот, что, ну, то есть я хорошее сочинение писала, которое не просто там грамотно написано, имеется в виду, имеет какой-то смысл. Вот, и она меня поддержала, направила, и я стала готовиться к поступлению в университет. И вопреки всем своим ожиданиям, которые были у меня ранее, да, что вот мне ничего не ждет, я решилась поступить в университет культуры. Причем я была уверена, что я ни в коем случае не могу поступить на бюджет, это невозможно. Там же такие все, ну, умные, все, в общем, школу не бросали, в короткие ночи не пели. Вот, и я со своим знакомым встретилась, который закончил уже, в университет культуры, она говорит вам, ты попробуй на бесплатный, если ты не сможешь, на платное всегда можно попробовать. И я решила, что я поборюсь, я попробую. Я, по-моему, нашла студию театральную, с которой я стала готовить, то есть материал, с которым я поступала, я должна была там прочитать басню, стих, монолог, проза, потом там маленькую сценку и теорию еще какая-то. Вот, я стала готовиться и помню, как я пришла в университет культуры, я никому не говорила, я не кричала, что здравствуйте, я тут чемпионка, как бы мне было там, ну, не очень, знаете, в университете культуры рассказывать, кто или что я, поэтому я скромна со всеми вот школьниками, потому что ребята были только после 11 класса, а мне было уже, да, мне уже было там 21 больше, да. И я вместе с ними сидела в коридоре вот на полу, ждала своей очереди, очень переживала, потому что вокруг меня окружали ребята, которые, ну, вот там, а что ты какую-то фразу будешь читать, а я буду вот сам написал, а я буду петь на пяти языках, и я сидела, думаю, боже, что я тут делаю, тут такие все умные, тут такие все талантливые, я же вообще, ну, у меня просто, наверное, нет шансов, мне так было стыдно жить, ну, в итоге я зашла, и еще одно из требований было, нужно было говорить на украинском языке, все, вся программа на украинском языке, а я помню, что очень много книг до этого читала, то есть я даже настолько углубилась в изучение украинского языка, что даже уже думать стало на украинском языке, вот, ну, для того, чтобы сдать экзамены, и я поступила из большого количества людей, я поступила на бюджет, чему я была очень рада, потому что... Вы рассказываете о том, что, ну, из школы пропустили по ряду причин, ну, многие братья и сестры, да, были старше Вас, и как ситуация сложилась с ними, они же наверняка тоже... Они все находились в Ереване, вот, и все в Ереване, поэтому они как бы все нормально не закончили, да. Воспитывала одну? Да, здесь, да. Когда Вы первый раз почувствовали успех, популярность? Успех, сейчас скажу, первый раз я почувствовала... Ну, во-первых, как бы, в принципе, я всегда была на сцене, была на виду, то есть у меня был какой-то такой момент из школьного успеха, когда ты там выступаешь на каких-то школьных концертах, я выступала с цирковым номером, вот, и когда старшеклассники на тебя уже заглядываются, вот, и выделяют тебя. Ну, это все в моменте, да? В Кривом Роге, я помню, тогда у меня еще не было своей машины, я ехала на маршрутке, и по радио услышала, значит, объявление такое, внимание, мастеров экзотического танца, объявляется конкурс, типа там, кастинг, там, призы и все такое. Значит, у нас был клуб Голлигут в Кривом Роге, у нас сейчас есть уже больше 20 метров в клубе, и они решили провести такой вот чемпионат мест в городе Кривом Роге, и я пошла туда на кастинг, то есть я тогда еще не понимала, насколько, если не надо, танцовщица. Я прошла этот кастинг, вот, судили нас двое ребят из Киева, значит, танцоры. Получается, как, что клуб представляла одна из девушек, которую, ну, естественно, тянули, и как бы в их интересах было сделать победительницей ту танцовщицу, которая работает в клубе. Но моя победа оказалась настолько очевидна, что они не смогли ничего подделать, и меня все-таки назвали победительницей, и мне тут же последовало предложение остаться работать в этом клубе. Вот, и это, наверное, был первый успех, потому что вся элита нашего города стала шептаться, когда я где-нибудь проходила, я слышала, ну, ты чё, ты ангел, ты чё, ты ангел? Вот, и я, как бы, наверное, тогда ощутила первый такой успех, то есть я уже чувствую себя самой лучшей танцовщицей в городе Кривой. Ну, успех, ладно, это понятно. А популярность? Когда вы поняли, что я популярна? Да, я до сих пор не думаю, что я популярна. Нет, на самом деле, бывают моменты, конечно, после чемпионата, в принципе, это было всего, по сути, три эфира, но тогда действительно вся страна смотрела этот чемпионат Украины по стриптизу, потому что на тот момент других шоу не было, это было первое шоу такое скандальное, я себе сделала просто сенсацию, вот. И я помню, я приехала в Киев, и меня на вокзале в 5 утра, когда девушка не хочет, чтобы ее узнавали, вот меня узнали в 5 утра и попросили сфотографироваться, и я поняла, что ее с ними в таком виде узнали, наверное, популярна. Кто вас пригласил принимать участие в этом шоу? Или вы подавали заявки? Тогда было очень много рекламы повсюду, в Крыму плакаты, теленеделя, там какая-то газета, то есть футбол, везде было бы кастинги, кастинги, будет 10 городов, были перечислены города, и когда я увидела в списке город Криворог, первое, что я сделала, это позвонила в клуб Голливуд, директрисе этого клуба, Светлане Борисовне, говорю, Светлана Борисовна, говорю, вы не знаете, что тут такое, тут же будет всеукраинский чемпионат, как бы туда попасть, а я в тот момент в Крыму работала, то есть летный сезон работала в Крыму, что делать, мне бежать, возвращаться в Кривой Рог или как быть, она говорит, спокойно себе работай, доработай сезон, приезжай осенью, чемпионат будет проводиться в нашем клубе. Я так успокоилась, но у нас был кастин, то есть было небольшой, где-то около 20 танцовщиц было, из них отобрали 10, вот, меня выбрали, и так я попала в Криворожский чемпионат, выиграла Криворожский, потом в пенал, в Киеве и так далее. Вот вы думаете, из чего состоит ваш успех? Вот попукно, да, вот если бы не это, то я бы не достигла определенного успеха. Ну, помимо этого труда, вы знаете, в любом случае у любого человека для того, чтобы двигаться, мне кажется, какая-то поддержка должна быть, должен быть кто-то вот рядом из окружения, кто убедит тебя, что ты заслуживаешь на что-то большее, что ты можешь этого добиться, и важно возле себя этих людей сохранять и держать, и оберегать их, потому что часто нас окружают другие люди, которые убеждают в том, что вы ничтожны, в том, что у вас ничего не получится, в том, что вы еще даже не попытались, а тебе говорят, не стоит, нет смысла, от таких людей надо держаться подальше. Вот, и мне, наверное, везло, что в какой-то момент возле меня были те люди, которые в меня верили и говорили, что мне получится. Один из важных людей, владелец клубов, в котором я выступала, в Алуште, в такой момент я готовилась к финалу, я не знала, какой номер мне сделать, чем поразить, вот, ну что, и он помог мне придумать идею для номера. Он такой очень творческий, у него в свое время тоже прошлое связано с каллиграфией, ну, как бы уже как человеку бизнеса было интересно просто наблюдать за другими творческими личностями, и он мне придумал идею, вот, и взамен попросил меня раздобыть для него билеты, вот. И я добыла эти билеты, он приехал на, получается, он попал на генеральный прогон. Я жутко волновалась на прогоне, и я отвратительно танцевала, ну, прям отвратительно. И он, зная то, как я выступаю, видя меня там на протяжении всего лета, вот, каждый день в его клубе я выступала, я была лучшей танцовщицей в его заведении. И он говорит, Варда, перестань, ну, ты умеешь работать, ты ослабься и просто покажи, что ты умеешь это делать, ты держишь это каждый вечер, ну, не думаешь, что это корпус. И он мне сказал тогда, ты же понимаешь, что все уже решено, ну, кто уже победит, уже известно. Поэтому просто расслабься, как ты, ну, вот, на работе и танцуй. Вот я получила такой совет, а второй совет был, когда я стала говорить, блин, ну, наверное, уже все известно, уже что-то победит, так же нечестно, ну, как же быть, как же выиграть. И мне друг спортсмен говорит, ты знаешь, действительно, когда я выступаю, там, соревнования, там, по боксу в Киеве, там, подслуживают киевляну, парковью, харьковчанну и так далее, ну, так уж сложилось. А я говорю, а как же быть, ну, как победить, он говорит, можно победить нокаутом, ну, то есть досрочно, скажем так, победа твоя должна быть очевидна, ну, очевидна, тогда никто не сможет ничего сказать. Вот, и я выложилась на все сто, я расслабилась и смогла, причем, я помню, что у нас была съемка, на съемке я так сильно волновалась, что я ударилась ногой об декорации, там не совсем удобные были декорации, и с меня спал босоножек. Мне пришлось во время съемки снять второй и дотанцевать номер босиком. Но у меня был жуткий комплекс по поводу того, что я очень маленькая ростом, и что без каблуков я как-то жутко выгляжу, и я умоляла, плакала режиссера переснять мой номер, потому что он мне сказал, то есть вот у тебя на съемке были сняты босоножки, значит, вечером уже на шоу на самом, ты должна тоже разбудиться. Я говорю, как же смогу убедить жюри вот такая без каблуков маленькая, вот, и он говорит, я ничего не знаю, и я плакала тогда, умоляла режиссера, не помню его фамилию, Богданова звали, да, и я... В итоге не пересняли? Нет, пересняли. Я расплакалась и сказала, что вы отбираете у меня шанс на победу, я прошу вас, пожалуйста, это всего пять минут, и мне пересняли номер, и вечером я была в обуви, в общем, все нормально, и я выиграла. Ну, а помимо наставления веры, да, то, что вы делаете, что еще послужило причину успеха? Ну, ну, жажда, знаете, жажда компенсировать, жажда получить знания, вот, ну, то, что я не получила, мне даже многие говорят, зачем тебе это, это никому не нужно, никто... Я говорю, я хочу это, мне интересно, там, то есть трудолюбие, там, да, это то, что действительно, когда, когда ко мне пришла работать одна особа, которая сидит напротив меня, значит, она пришла ко мне и была убеждена, что я вот какая-то матерская скриптизерша, решилась попить, вот, такое у нее было мнение. И мы, как раз, одна из первых наших работ, это стала съемка нашего промо-ролика, мы готовили концерты в Армении, три концерта, и нам нужно было промо отснять, видео нашей программы, и мы снимали видео, получается, мы договорились о аренде зала, и у нас было лимитированное время четко, то есть дорогая аренда, там, ну, в общем, все было непросто. И мы снимали с самого утра, получается, я снималась во всех неграмках, естественно, а ребята из балета снимались, там, здесь только девочки, здесь только мальчики. То есть я работала, там, ну, три раза больше, чем все остальные, при этом все остальные, там, плакались, хотели кушать, хотели пить, а я отказалась даже кушать, все целый день вообще ничего не ела, потому что я поняла каждые, там, пять-десять минут, это то время, которое я ворую у себя, потому что от этого будет зависеть качество этого продукта, который мы сделаем. И дальше тогда наблюдала, мой пиар-директор наблюдала, как бы, как я отношусь к работе, что это не просто, там, а, мне поснимайте, это такая вся красивая пришла, то есть это мозоли, это синяки, это, там, кровь, это, ну. Какие преграды стояли на пути к успеху? Что мешало? Преграды... Кто? Знаете, я потеряла одну близкую подругу, растеряла на пути к успеху, да, вот она оказалась преградой, как потом оказалась. Преградой в чем? Преградой в том, что она пыталась себе так, чтобы я не попала на чемпионат Украины. Получается, чемпионат проходил в десяти городах. Один из городов, это был Симферополь. Мы находились на тот момент в Крыму, и все танцовщицы, как бы, в городе Криворог, там мы общаемся, знаем, дружим. Одна из них была моей очень близкой подругой, мы делили с ней последнюю гречку, я не знаю. Вот в прямом смысле, правда, были такие трудные времена. И когда я прочитала это объявление, я, естественно, радостно пришла делиться со всеми девочками, там у нас был девичник, я не знаю. Я говорю, вот чемпионат, как бы туда попасть, я тогда еще не знала. И, в общем, они такие, ну да, я говорю, вот было бы круто. Ну, то есть, по идее, как бы, все знали, что я лучше в городе Криворог, и они об этом знали, естественно, тоже. Ну, они как бы, а, чемпионат, да, ну да, да, и они так промолчали. Оказалось, что они уже знали в этом чемпионате. Она, ну, моя подруга и еще одна девочка. И они специально мне не сообщили никакой информации, дабы я не поехала и не отобрала шанс победить у них. То есть, она меня променяла на возможность, как бы, победить в подруге. Причем, она участвовала здесь в Симферополь, и я вообще не понимаю, какой смысл мне было утаивать от меня. И она, наверное, не понимала тогда, что это будет съемка. То есть, получается, а мы в Крыму работали летом, мы жили в таких жутких условиях, потому что, когда ты приезжаешь туда не отлетать работать, ты снимаешь себе не комнату, не знаю, палатка, шатер, там, за 10 гривен в сутки, там, 5-10 гривен, разные сезоны бывали. И у нас не то, что телевизор, а у нас даже окон не было. У нас была такая решетка, знаете, металлическая. И, значит, одна из девочек местная говорит, я завтра на работу не приду, я завтра буду смотреть чемпионат эфир типа. И она приходит на работу, и мы же все ей, ну, что ты смотрела, ну, у меня телевизор дома есть, ну, что ты смотрела, расскажи. Она говорит, да выиграла девочка, ну, вот это вот, из кривого рога, ваша, белая. Я говорю, как, Катя? Она говорит, да. Она уже не может выйти. Вот так я узнала, что моя подруга, мало того, что готовилась, уже поучаствовала. Когда это шло непрямую эфиром от записи, то есть на тот момент, когда мы с ней разговаривали, она уже как бы, ну, год как бы была в этом. А что еще, может быть, финансовое? Ну, для того, чтобы тренироваться, наверное, нужно было определенное средство, да? Тренироваться? Ну, да, наверное. Ну, я тренироваться начала там, где я работала. Вот я работала в клубе, ночью я тренировалась, мне не нужно было арендовать. То есть у нас клиенты расходились из клуба, и я всю ночь работала. Как вы меня возьмете? Больше всего я, как танцовщица, наверное, прогрессировала вот работая летом в Крыму. Потому что мы работали там каждый день, у меня было за вечер по 12 выходов, и там особо как бы заняться нечем, и я днем там, когда жаркое солнце, приходила заниматься. И я всегда, отработав лето, приезжала в Кривый Рог уже с набором каких-то новых трюков, каких-то вот элементов, каких-то идей, вот. Плюс летом я зарабатывала хорошие деньги, имела возможность осенью обновить, как бы, костюмы, новые номера сделать и так далее. Ну, у вас был какой-то наставник, тренер? Нет, не было наставника тренера никого, были какие-то мои идеи. Иногда я слушала там идеи каких-то там своих друзей, там их дорабатывала, их обрабатывала. Я просто хочу понять, у кого вы учились. Ну, сейчас там есть миллион видеороликов, которые... Сейчас, да, тогда не было, не было вообще. Тогда не то, что... Большинство трюков как-то получались случайно. Знаете, вот ты висишь там, что-то держишь, думаешь, боже, как это получилось. Потом залазишь, пытаешься вспомнить, как ты это сделал. Потом ты, ну, уже там запоминаешь, вырабатываешь какую-то свою технику. Что-то ты подсматр... Ну, у меня там база была цирковая. То есть, естественно, там очень много элементов с кожи с трюками на першах, да, акробатика на першах. Есть много общего. Поэтому что-то я брала оттуда, что-то я там модернизировала и так далее. Когда я уже готовилась к чемпионату мира, тоже я особо средствами не располагала. Я уже не работала, как бы, каждый день в каком-то клубе. Я выступала просто по городам конструировала. И не негде было тренироваться. Тогда я обратилась к одной из первых студий танца на пилоне в Киеве. Обращаясь к таким предложениям, что я сделаю, там, праведу вам какие-то бесплатные мастер-классы, и вы в момент предоставляете мне там зал для репетиции. И мы сдружились очень с девочкой владельцей этой студии и общаемся до сих пор. Я помогла ей в какой-то степени подтянуть ее мастерство на тот момент. А она предоставила мне зал. Давайте попробуем по шагу вас произвести в памяти вот этот путь успеха. Первое участие в каком было конкурсе, в каком проекте и дальше? Город Кривой Рог первый. Это было такое. Потом это был чемпионат уже Украины в Криворожске. Сначала был финал, потом был финал в Киеве. Потом, значит, телеканал СТБ организовывал международный чемпионат в Молдавии. Молдавия, Армуния, Украина. Три страны. Там я тоже заняла первое место. Это было буквально через полгода или через год после всеукраинского чемпионата. Более того, мы там все три места забрали. Вот мы три украинки поехали, и все первое, второе, третье места мы все увезли. Там на тот момент намного ниже уровень был девочек, подготовки именно. Потом, после того, какое-то время я не принимала участие в конкурсах по той причине, что не было достоинных. То есть были такие, которые устраивались на уровне клуба или еще что-то, не было смысла в них участвовать, потому что нельзя было обличаться за то, насколько они правдоподобны. То есть ты мог, наоборот, прийти и как бы утерять свой титул, на самом деле, будучи лучшей остальными. То есть тебя могли бы сделать проигравшим. И потом, значит, я случайно наткнулась на All Dance уже. То есть я сама еще не знала, что то, что я делаю, называется All Dance. Вот, и я наткнулась на какой-то видеоролик, наткнулась на Федерацию Российскую, что вот там сайт, значит, Мировой Федерации, там показаны вот чемпионаты, где проводились, и что вот типа получили лицензию на проведение в России. Я отправила заявку, вот, написала, что я из Украины, но у нас, в Украине, нет такого как бы вида, я очень хотела бы поучаствовать, могу ли я приехать поучаствовать. Мне ответили, сказали, мы не знаем, мы подумаем, как бы, ну, надо подумать, как бы. А меня, на самом деле, тогда уже знали, потому что, как бы, Ball Dance начал появляться, естественно, в интернете начали рыться все эти ролики, искать, были форумы, где танцовщицы там обсуждали, и гуляла мое видео от одной к другой, что вот, посмотри, вот это, а вот, вот это, потому что я была одной из первых, кто, в принципе, на пилонию что-то делал, потому что обычно за него просто держались, ходили вокруг него и не напрягались. И, то есть, меня уже знали, и меня, как, настороженно ожидали, мне дали добро, я заплатила деньги впервые, впервые за участие в конкурсе заплатила деньги, и тут было положено платить взнос. Заплатила там небольшой взнос и поехала в Питер. Причем, меня спрашивают, какой город вы будете представлять? Я говорю, ну, я не буду Питер представлять еще, то есть будет Питер, зрители питерские, может, поддержат. Вот, и я так поучаствовала. Я заняла первое место. Потом, типа, естественно, скандал был, потому что многие девочки были недовольны, почему вы пригласили украинку, на что им сказали, как бы вам постыдились, бы лучше бы сами лучше готовились. Вот, и так вот на основании этой победы. Какое первое знакомство лиц сферы шоу-бизнеса принесло вам что-то? Что угодно повлияло как-то на дальнейшую жизнь? Когда я поступила в университет культуры, на режиссуру, естественно, для чего я тогда поступила? Мне хотелось чего-то большего. То есть просто танцевать мне уже было неинтересно. У меня были театрализированные номера. Мне хотелось уже говорить тогда. Я реально стремилась разговаривать. Мне хотелось попробовать все. То есть у меня жутко это не получалось, но я прям вот себя заставляла это делать и преодолевая этот страх. То есть каждый раз у меня получается все лучше и лучше. Вот. И я мечтала о том, что когда-нибудь я сделаю свое шоу. Такое вокальное, хореографическое, акробатическое шоу. Я об этом рассказывала своим водогруппникам. Кто-то крутил виска, кто-то верил и говорил, что у тебя получится. Конечно же я окружала себя теми людьми, которые в меня верили. Вот. И как-то так получилось. Я, значит, пришла на съемки. 95 квартал снимал проект «Бойцовский клуб». Вот. И я просто пришла в качестве зрителя. А, естественно, квартал не знает, потому что они тоже из Кривого Рога, как бы знают. И был там Олег Черный, бывший продюсер Кины Карен, который тоже сам криворожанин. И он ко мне подошел. У него было тогда ивент детства, который занимался организацией разных мероприятий. И хотел взять контакты для того, чтобы сотрудничать со мной. А я тогда ему сказала о том, что я уже... А я занималась на тот момент уже вокалом. У меня уже были первые мои цветопесни, которые я покупала совсем недорого. Это был такой у нас совместный опыт и девочка, которая приходовала мне. То есть она писала песни для этого только себе. И я была, по сути, первым человеком, которому она написала на продажу песни. То есть для нее это был тоже успех, что впервые ее песни кто-то купил и кто-то будет исполнять. И я показала им свои песни, стала рассказывать, чего я хочу. Ну, видела, что в этом есть какой-то том. И мы стали общаться на предмет работы, сотрудничества. У нас было несколько выступлений. У него был тогда проект «Караоке со звездами». Значит, в чем суть заключалась? Что пели звезды, которые не поют, а которые там, допустим, спортсмены, какие-то ведущие и так далее. КВНщики. И мы поучаствовали в этом проекте. Ну, там было каждый месяц. Он тогда занимался Ирой Резунфель, это певица Ирис, очень хорошая девочка. Мы записали дуэт с ней. То есть у нас были какие-то вот номера, балет у него свой был. В общем, мы начали что-то делать. Это были такие первые попытки. Потом он мне предложил контракт. Ну, прочитала я, значит, контракт. Волосы стричь не могу, красить не могу. Ничего не могу. По контракту у меня там должна была быть зарплата 300 долларов по месяц. И мне должны были оплачивать квартиру. На тот момент я была лучшей танцовщицей в Украине. У меня каждые выходные были гастроли. То есть каждые пятницу и субботу я находилась в том или ином регионе нашей страны. Плюс я еще гастролировала в России уже тогда, Курт, Брянск, много городов. И я зарабатывала больше. И как бы перейти на зарплату 300 долларов, я не понимала, как так можно, потому что уже привела к определенным каким-то удобствам. А чего еще нельзя было по контракту? Беременеть там нельзя, я не знаю. Ну, много чего нельзя. Больше всего у меня возникла, как это я не могу красить и стричь свои волосы. Ну, хотя я их не крашу, но как-то мне... Какое дело? То есть они должны как бы мне говорить, что я должна сделать. То есть там должна слушаться все. И по-моему я даже никуда... А, публичные мероприятия появляться сама не могу. Туда не могу, все не могу. То есть ничего не могу. И как бы меня это стало напрягать и тревожить, потому что я привыкла, что я сама себе все решаюсь. И с 15 лет никто ничего не говорит, что я могу, что я не могу. Я сама себе выбираю, могу я это или нет. И я как бы не захотела. Вот. И как раз тогда я уже стала готовиться на мир. Вот. И я решила, что я поеду на мир, посмотрю папу чего, и потом уже решу, что мне делать. И так мы потерялись, наши дороги разошлись. Но, как бы, он был одним из первых, кто познакомил меня, возможно, с кем-то. Вы не жалеете? Нет, не жалею ни в коем случае. Нет, почему? У меня хорошие впечатления, воспоминания, даже где-то видео хранится, наших выступлений, вот «Сирис». И там я познакомилась с Ларри Вином. У Ларри Вина тоже у жены свое агентство и бэнды. Мы потом сотрудничали, она сейчас продает мои концерты. И так как бы все завязалось. То есть один, другой, третий, четвертый – это немножко уже другой уровень. Потому что я, вроде бы, как была в шоу-бизнесе, но в таком андеграунном, знаете, который в ночных клубах, то есть на уровне дискотек. Я так понимаю, что вы всегда мечтали выйти на тот уровень шоу-бизнеса, на который вы сейчас. Или это получилось? Все происходило случайно. Вы знаете, какие-то такие встречи, то есть я не останавливалась. Я в любом случае продолжала там записывать песни, собирать деньги. И у меня самая большая проблема – это было как бы перестать танцевать и уже позиционировать себя как вот что-то другое. То есть я пытаюсь сейчас тоже как бы не хочу говорить, я певица. Я пытаюсь как-то, не знаю, какое название еще придумать себе, вот кто я, певица, танцовщица, полдэнсер, я не знаю, все по чуть-чуть. И я уже тогда стремилась как бы где-то там догвариваться одну песню выступить, спеть. Первое, что делает артист начинающий, он выступает бесплатно, везде бесплатно. И это очень сложно, когда ты в статусе уже типа лучшей танцовщицы и тебе платят самые высокие гонорары, которые платят девушкам. И тут ты приходишь и говоришь, можно я у вас бесплатно выступлю, или можно я еще вам заплачу, понимаете? Слазно спою, верно? Да, да, то есть в этом плане. А как проходил вот этот переход от танцовщицы к певице? О, иллюзитет культуры. Тоже принес какие-то знакомства. И предвзятого отношения много было? Обычно, ну, танцуешь и танцуешь. Ну, конечно, ну, в любом случае, конечно. Ну, кто-то говорил, что в этом есть что-то интересное, потому что нет певиц, которые бы танцевали, там двигались вот как-то на западе, там все танцуют и поют шикарно. То есть, ну, кто-то считал, что у меня есть. То есть, я не пыталась себя там позиционировать, как Мансерат Кавалье. Я четко знала, что я хочу делать шоу. То есть, я могу это делать. Ну, то есть, я, по сути, как бы танцую, только танцую теперь под свои песни, вот и все. Как вы оцениваете свое упение в музыкальном образовании? Вот как раз-таки мое стремление и жажда получить какие-то знания. Еще впереди, я думаю, предстоит. То есть, мне бы хотелось. Я делала уже попытки изучать основы какие-то там, теорию музыки. Пока я занимаюсь просто вокалом. То есть, это просто владение своим голосом. Но если говорить о грамоте музыкальной, то, к сожалению, я ее не знаю. Ну, я просто много, да, так как ты считала и готовилась к интервью, очень много слышала разные мнения о глаз, в том числе и про пение. Ну, вы понимаете, да, что это жара популярной музыки, но многие говорят, это попса. Ну, вот для вас есть какая-то разница между популярной музыкой и попсой? И как вы относитесь? Вы знаете, мне не получается делать популярную музыку. Она почему-то не популярна. Я покупаю песни, которые нравятся мне. И исполняю песни, которые нравятся мне. Я, конечно же, больше выбираю песни, как танцовщица. Я слышу ритмы, я понимаю, что я могу под это сделать. То есть, в основном, мои песни, это не те песни, которые хочется напевать. Это те песни, под которые можно сделать красивую визуализацию, картинку. Почему у меня все говорят, вот у тебя такие песни, что на всех хочется снимать клик. То есть, просто их слушать, как бы, ну, не совсем, как бы, ну, вот то. И больше, ну, я просто их так выбираю, наверное, не знаю. Как бы, ну, делаю то, что мне нравится. Ну, а к самой формулировке, там, варда, это попса, к примеру. Как вы реагируете? Что для вас значит попса? Ну, попса, я как бы, ну, я не знаю, что попса. Это популярная музыка. Это то, что легко воспринимается. Это то, что рассчитано на большой группу аудитории, да? Ну, не знаю. А вот в себе какие-то недостатки? Ну, я думаю, наверняка, как человек успешный, в себе копаетесь, чтобы там где-то найти и подковырять. Ну, вот, вот какие, ну, сами в себе найти недостатки, или, может быть, комплексы какие-то есть? Ну, безусловно, как бы, очевидные. Прям очевидные. Ну, да, ненадуманные какие-то вот именования. Потому что надумать самому себе можно. Я вообще, знаете, всегда всем говорю, там, женщинам, которые там, ой, у меня такие кривые ноги. Я говорю, ты никому не говори, это никто не заметит. Ну, то есть, про свои недостатки, ну, в плане, там, какие-то внешние, физические. Я считаю, что рассказывать не нужно. Потому что для многих я идеальна там. Для кого-то я жутко, вообще отвратительно, вообще не вписываюсь в никакие нормы, стандарты, и вообще, как это можно было выпустить на сцену, и так далее. То есть, все-таки не можно прочитать эпитеты. Что касается характера, возможно, надо уметь все-таки когда-то подчиняться, слушать, наверное, кого-то, кто мудрее. Но я предпочитаю учиться на своих ошибках. Поэтому у меня их немало, если говорить о шоу-бизнесе. Потому что я достаточно уже долгое время, как бы, да, не могу сказать, что я там добилась мега-больших каких-то успехов. Может быть, если бы я слушала других людей, было бы там лучше, был бы результат. Но я как-то всегда сердцем, душой, вот, ну, нравится, делаю, не нравится, не делаю. Ну, вы человек, который сами себя создал, вслепил, отшлифовал, но наверняка есть люди, которые как-то приняли участие именно в моральном каком-то, да, в моральной составляющей вашего мировоззрения. Ну, я не веду не педагогов там, но там, сам, да, и директор, с чем делать. Может быть, каких-то учителей или просто наставки. Ну, я же решила. Одна из преподавательниц, которая вот со мной занималась уже в достаточно зрелом возрасте, грамотное судописание, она мне очень много дала. И она меня убедила в том, что я смогу, и у меня получится. И иногда я даже ей звоню. И очень приятно всегда мне слышать. Она школьный учитель, верно? Она перестала быть школьным учителем, и она стала давать только частные уроки. Причем, когда мы с ней учились, допустим, проще учиться, на самом деле, уже в осознанном возрасте, потому что ты понимаешь, что у тебя не составляют, и просто как бы четко... Я говорю, а почему вот это вот так, вот это вот так? Иногда я задавала такие вопросы, что она сама поражалась, и там приходила на встречи со своими друзьями-педагогами и обсуждала. Вы представляете, вот у меня ученицы, и вот она спросила, а почему? Вот вы филологи, а вот скажите, почему так? Если действительно оно же должно было быть так. То есть иногда какие-то моменты ей было интересно со мной заниматься. Мне нравилось, что мы не просто занимаемся там грамотным описанием. она давала мне материал, с которым я еще интеллектуально становилась более грамотной, мудрее. То есть это либо были какие-то биографии известных людей, либо это были какие-то классические произведения. Но вы сказали, что много читали. Ну что, какие книги попили? Ну вот опять же, все, знаете, говорят, надо много читать. Как же ты это не читала? Это же классика. Я думаю, так, надо над собой работать, надо читать. Я не могла, я вот зачитаю и сразу засыпаю. Ну что делать, надо читать. Я заставила себя читать, и я полюбила читать. Сейчас опять разлюбила, потому что двое седу закончено. Я долгое время даже газеты в руки не брала. Я стала себя заставлять, то есть там надо прочитать «Мастер и Маргарита». Надо? Надо. Прочитала. И так далее. Потом я увлеклась такими писателями, как Уэлья, Робин Шарма. Это такие, как, наверное, легкие для восприятия книги, которые помогают, наверное, все-таки вот как-то в трудные моменты. Я помню, что для меня Паула Келли, вот «Вероника решает умереть» стала такой одной из книг, которая меня пробудила. А после прочтения этой книги я тут же решила, что я хочу открыть свою школу танцев. И я просто за один день все это сделала. До этого я год вынашивала в себе эти планы. У меня не получается у тебя закончить читать книжку. Я за день нашла и помещение, и мастеров, и, значит, ремонт сделала, и пилоты привезла. Так я открыла первую школу. Потом, позже, одна из книг Робина Шарма «Монах, который решает умереть» тоже оказала на меня такое влияние. И периодически появляются какие-то еще книги-наставники, наверное. А какого из украинского шоу-бизнеса и кем вы подхищаетесь? Если можно говорить о отношениях в каком-то? Мне очень нравится «Атина Гарль». Причем, если я не говорю конкретно о вокальных, я могу даже без звука на нее смотреть. Мне просто нравится на нее смотреть. И при этом она еще очень круто поет. И я считаю, что у нее потрясающая энергетика. Она действительно артист-артист-артист. Она на своем месте. Очень нравится. Хотя я не стремлюсь быть похожей на нее совершенно. Просто мне даже нравится. А кто не нравится? Или, может быть, просто не помню. Не помню. Не говорите даже. Затров он будет. Знаете, я просто считаю, допустим, про меня так тоже много думают. Вот вылезла, тут запела. Но разница в том, что есть певицы, которые так у нас решили запеть. До этого они хозяйством занимались, домашним. Потом они запели. Я, например, нахожусь всю жизнь на сцене. То есть это с самого детства. Это мое место. И я на нем себе чувствую комфорт. У меня там получается дарить какие-то эмоции людям. А есть у нас артисты, которые не артисты. Которые думают, что быть артистом – это просто снять себе клип, покрутить его по телевизору, похвастаться друзьям. И как бы… Намазывать не можно. Не может быть, конечно. Но есть такие артисты, все мы знаем, которые, если предложат поехать в Мариуполь, понимаете, выступить, там, я не знаю, за сколько там, за 500 долларов, и при этом протестись поезде там в 12 часов, то сомневаюсь, что они туда поедут. Настоящий артист, он должен вот так путешествовать, любить этот процесс, знаете, поезд, когда ты там, команда, все твои выгрузите, эти костюмы. Как бы, это жизнь артиста. Ну, какие вы ошибки совершали? Ошибки? Ну, так нельзя уговорить. Вы знаете, мы же… На самом деле, я развиваюсь, расту сейчас, допустим, может быть, я бы не стала уже танцевать в Тью-Тис, понимаете? Почему? Но говорить о том, что это ошибка, нельзя говорить. Это же тоже мой путь, и он меня привел к осознанию того, что это не совсем хорошо. Почему не стали? Как бы, возможно, для многих это не самый лучший пример, да, то есть, по сути, как бы, артист своим творчеством должен давать какой-то пример чего-то хорошего, да. То есть, не могу сказать, что танцуйтесь в Тью-Тис, это круто. У меня были случаи, когда я открыла школу, и ко мне пришла девушка, говорит, я хочу танцевать там, все, в общем, работать, а можно мне в маске выступать? Я так сразу думаю, что, какая маска, зачем маска? Девушка очень хорошо одета, ну, то есть, сразу видно, что у нее обеспечены семья, оказалось, что у нее очень приятен и богатый отец, но у нее руки вздумывалось, то есть, у нее нет необходимости в зарабатывании денег, просто хочется танцевать в Тью-Тис. Я ее, конечно же, от этого отговорила. То есть, меня на это натолкнула необходимость зарабатывания денег. И то, это все, ну, на тот момент казалось мне таким безвинным, и на фоне того, что могло бы быть еще хуже, это казалось совсем, как бы, ну, нормальным, понимаете? там, я не знаю, загорать топлив, казалось нормальным, там, еще что-то. Сейчас, как бы, я там даже купальник со стрингами не одеваю на пляж. То есть, это проходит какое-то время там, как будто это уже было не ты, ты уже становишься другим. Ну, я не жалею, потому что без этого я была сейчас здесь. Ну, давай тоже. Путь. Все равно. Я могу говорить про Арвению. Я знаю, что вы есть, ну, я сами об этом сказали, что давали там концерты. Как вас там воспринимают? Ну, я просто даю этот вопрос, потому что я его, наверное, должна бы дать. Вот. Хотя, ну, я, в принципе, понимаю прекрасно и знаю, потому что я и сама была в Неливане, когда вот у вас были как раз концерты и со мной уже мы тоже разговаривали. И, в принципе, знаю, что, ну, реакция очень даже адекватная. Да. Но, тем не менее, я думаю, что вы когда первое раз понимали, да. Я была поражена. Я была поражена и очень волновалась, на самом деле, и переживала, там, достаточно ли закрыть этот костюм, там, недостаточно, там, ну, то есть вот все вот эти моменты, я, конечно же, думала. Думала о песне. Ой, об этой песне вот это слово, а вот это слово, может быть, оно не подойдет и вот это. И мы долго готовились, как бы все, подбираем тщательно гардероб. Ну, вот эти стереотипы у вас кто насадил? Наверное, отец или его реакция? Ну, как здесь говорят армяне о том, что вот те армяне, которые уехали из Еревана, там, из Армении еще, там, не знаю, 90-х и приехали сюда, там, да, то у них как бы остались еще те устои, какие-то там правила, нормы и так далее. А те люди, которые сейчас живут там, они достаточно современные. И я, приехав в Армению, имела честь попасть на мероприятие приватное, значит, 20 самых приятельных женщин страны, то есть там, жены президента, не знаю, самые врачи, там, ну, юристы, очень разные женщины. И я, как бы, была как приглашенная гость, и я пришла, я так переживала. В итоге какую я картину увидела? Сидят женщины, курят, красные губы. Я такая в шоке, значит, я такая совсем скромная по сравнению с ними, и я так немножко успокоилась. Причем они от меня требовали, что я открыла их школу. И пока мы еще не совсем старые, открывательным школам будем учиться танцевать. Вот. И когда у нас были концерты, было приятно, что приходили в основном пары. То есть приходил муж с женой на концерт. После у нас были автограф-сессии, ко мне подходили люди, бывало такие, чтобы по два раза фотографировать, я говорю, уже абонемент покупательный, фотографироваться. Приходили там мужина, недавно я буквально получила письмо от парня, спасибо вам большое, когда вы приезжали в прошлом году, на вашем концерте я познакомился с девушкой, мы до сих пор вместе. То есть он пришел, и девочка, они там познакомились, и вот благодаря вам, возможно, мы вас, я говорю, привет девушке, там все. То есть приятно какие-то письма получать, отзывы были положительные. Конечно же есть много людей, которые не были на этом концерте, которые не слышали ни одного моего интервью, а просто видели там какое-то старое отрытое прессой видео, или пошлую сессию, они делают как бы определенные выводы. Но в основном, когда мы делали какие-то пресс-конференции и так далее, мы развеивали тот мир, потому что общаясь со мной, многие люди понимали, что то, что они думали и то, что есть на самом деле, оказывается совершенно другим. На одной из пресс-конференций мне задали вопрос, насколько вы чувствуете себя армянкой. И я говорю, что я как бы должна на границе где-то жить, потому что здесь я вроде как не украинка, только в Армении мне говорят, что я на армянку не похожа, но в любом случае что-то во мне есть однозначно, и меня никто не учил, но оно как-то внутри какие-то правила, нормы, я не знаю. И я тогда сказала, что возможно для украинцев я уж очень армянка, а для Армении я совсем чуть-чуть армянка. И потом позже у нас была фотосессия, и этот же представитель СМИ присутствовал на этой фотосессии, и значит у меня были проблемы с платьем, там нужно было пошить лифт, и в общем что-то поправить, потому что в фотографии это было некрасиво, и я подошла и начала это делать прямо вот. Я говорю, давайте отойдем, это некрасиво, здесь только мужчины, давайте отойдем в сторону. И мы ушли в коморку там какую-то, в общем, мне зашили, пришили и вышли. И когда я вышла, оказалось, что этот парень подслушал наше разговор, и сказал, вы знаете, что это было очень по-армянски. Казалось бы, девушка, которая в принципе и снималась и топ-лист там и все, но при этом как бы, то есть я не раздевала жить на улице, там в трамвае, для меня это было как часть профессии. Я просто это делала на работе, там не работала, но это не значит, что я там развратно себя веду в обычной жизни. А какие впечатления вообще от меня оставила? Очень положительные. Ребята, моя команда смеялись, что в Украине в арте будет депрессия, потому что там я чувствую себя жутко популярной. Вы там были первый раз, я так понимаю. Это был второй мой приезд, первый приезд, у нас не было концертов, мы просто приезжали, у нас были съемки в телепроектах с Виталием Козловским, как раз мы тогда делали помы нашего дуэта. А в этот раз это уже было три сольных концерта, причем это было три дня подряд, седьмой, восьмой, девятый марта. Не каждая армянская звезда себе позволит три концерта подряд, чтобы собрать зал, и мы все-таки собрали. А где вы выступали? Вивальди Холл, большой концертный холл. Для нас это успех был в любом случае, потому что здесь я не могу похвастаться, что я там на сольные концерты собираю полные залы. А там это действительно был курор, то есть кто-то пришел просто из любопытства, что же это будет, кто-то действительно следил там в интернете, там интересовался, но разочарованных не было. Вы бы сейчас снялись, ну вы сказали о том, что это все-таки часть профессии, но тем не менее, если бы поступило предложение, я думаю, что их поступает очень много, и вы не могли бы сниматься топлиц и вроде вот недавно, да? Да, мне всплывай, предлагал сниматься и так далее. Если вы знаете, следите там за последними моими жизненными событиями, в моей жизни сейчас есть вторая половинка, который перевернул мою голову вообще на другую сторону, которому вообще совершенно не нравится все, что я делаю. И как бы не совсем я соглашаюсь, я борюсь с ним тоже, пытаясь, но плохо получается. Не все ему нравится. И, конечно же, какие-то предложения я вначале отклоняла для того, чтобы не сделать больно, неприятно ему. Но в какой-то момент я пришла к осознанию, что это к лучшему. Действительно мне бы хотелось в проект Гварда повернуть немножечко в другом направлении, потому что у всех ассоциируется это только с обнаженностью, оголенностью и так далее. Потому что красивое шоу, оно не обязательно должно быть с голыми женщинами. В цирк мы тоже приходим, видим красивое шоу, но там нет голых людей. И оно не выглядит пошло. Хотя на выступлениях, например, там гимнасток, на художественной гимнастике, у них костюмы по отправлению, чем у меня. Но почему-то у них это не выглядит пошло, а у меня вот что ни сделано, все пошло. Из-за имиджа, прошлых каких-то достижений, скажем так. И я сейчас понимаю, что я хочу быть мамой, женой. И, конечно же, тот образ, который был у меня раньше, в жизни совсем вяжется с тем, к чему я стремлюсь. И мне захотят реализоваться как женщина. Слушайте, ну не могу не спросить, ну Мика знаю, да, зовут его. И вы вместе танцевали в проекте, который почему-то закрыли. К сожалению, да. Ну я думаю, что его может возобновят. Да, к сожалению, в нашей стране сейчас просто такая обстановка, что не все настроены смотреть на танк. Здравствуйте, Непаркетина. Здравствуйте, Непаркетина. Здравствуйте, Непаркетина. И Есения Собчак была ведущей. Как вы вместе, я как понимаю, вы познакомились, ну я читала историю вашего знакомства, но вы его пригласили принимать участие в этом проекте, да? Я шутя его спросила, говорю, проект намечается сниматься, там танцевать нужно, говорю, будешь со мной? Он думал, что это все несерьезное. Он сказал, да, конечно, буду. И так, когда пришло время, у нас был предкаст, мы посмотрели, как мы смотрим в кадре, как мы говорим, общаемся, естественно, телепроект, нужны интересные герои. Мы как раз за несколько минут до этого пасти ему поссорились, и у Ники было жуткое настроение, поэтому он стоял, как охранник, он говорит, то есть ему показывали какие-то танцевальные движения, но он практически ничего не делал, никаких эмоций у него не было, танцевала я. И как потом нам рассказали продюсеры, что мы очень хотели просто тебя, Барда, и мы решили, что ну как-то же, ну как-то что-то придумаем, как-то он затанцует. Вот, но когда мы первые эфиры, они увидели Мику, потому что он поразил всех настолько, он поразил меня, потому что я танцевала и не понимала, я с ним танцую или не с ним. А у него была сумасшедшая улыбка, и он чувствовал себя абсолютно комфортно, как будто он там на ринге, я не знаю, как будто это я пришла впервые на сцены. Он умел танцевать, да? Дело даже не в том, что надо там танцевать, как бы, конечно же, не все было гладко в его хореографии, я говорю о человеке, о состоянии его эмоциональном, то есть у него настолько было харизматично все, то есть улыбка, он успевал подмигнуть и лайми вайкули, и посмотреть в зал, и как бы на меня, и так, и вот я сама с ним танцевала, и я в шоке была, просто не могла поверить, что это мой мужчина. И сейчас я ему говорю, что ты мне врешь, что тебе все это не нравится, я говорю, что тебе самому это нравится, чем самому, как получается. Ну, спасибо большое, я думаю, что перейдем к вопросам, потому что знаю точно, что они есть. У меня есть вопрос, честно, по-девичьям, какие, может быть, есть у вас секреты, вот вы их читаете, что нужно делать вот там для девушек, для женщин, какие-то футболи тела, ну, может быть, муфьяжа. И когда много, да, каких-то там заболеваний? Ну, надо хоть что-нибудь делать, я вам скажу так, что я все, все вот эти вот, которые, мази крема, я называю это психологическим оружием. То есть я не верю в то, что там антицеллюлитный крем помогает от целлюлита, но когда ты его мажешь, ты успокаиваешься, как минимум. Могу сказать, что когда занимаешься спортом, не обязательно, чтобы твое тело изменилось. Осознание того, что ты что-то сделал для того, чтобы оно изменилось, уже приносит тебе ощущение того, что ты поменялся, ты стала лучше. Не всегда на тренировки ходят за результатами, важно на них не зацепиваться. Потому что у меня разные были периоды в жизни, когда меня убеждали, что я жутко толстая, вот, я была вообще в этом уверена. А потом у меня были периоды, когда я жутко похудела, мне говорили, какой это кошмар, какая ты худая. Я потом решила, что я буду делать так, чтобы нравилось мне. И вот совсем недавно был период, когда после Франции мы приехали с Аней с отдыха, там, когда заказываешь ресторанную еду, первым делом приносят булочки. И ты такой голодный, и пока ты ждешь, ты не удерживаешься, и ты эти булочки начинаешь есть. Я на этих французских булочках так поправилась, что все поклонники уже подозревали, что я беременная. В общем, а я говорю, я не беременная, я кушаю так хорошо. И я приехала в Киев и была зациклена на том, чтобы сбросить вес. И я очень интенсивно тренировалась. Мы просто как спецназ какой-то готовили, не знаю, тренер так гонял. И у меня вес не подвигался, вот совершенно. Ну, как бы, есть определенные там причины, потому что мышцы тяжелее, и в общем там. А я потом решила не зацепиваться, а просто вот получать удовольствие от самой тренировки. Гордость за то, что сегодня я там, я не знаю, подтянулась 10 раз там, и так далее. И вот уже вот это ощущение приносит какое-то удовлетворение. Какие вот планы ближайшие? Ну, шоу закрылось. Какие планы сейчас в связи с тем, что происходит в стране? Вы же понимаете, что сейчас к шоу-бизнесу это последнее, что нужно сейчас. Хотя я лично настолько устала от негатива, да, от того, что происходит, что мне, например, наоборот хочется переключаться на какой-то там цирк, театр, какой-то поход, я не знаю, еще хочется поход в гору, я не знаю, что-нибудь такое делать. Но в нашей стране сейчас очень сложно. То есть это какой-то период затишья, наверное, вынашивания каких-то планов. И я думаю, что в осени мы что-нибудь созреем к чему-то большому. Я давно мечтаю презентовать свое шоу, то есть большой аудитории. Естественно, на это нужны определенные интересы. Пока мы просто работаем, то есть мы выступаем в этих мероприятиях, но никакого ничего громкого нет. Единственное, что мы, пока у нас момент затишья в творчестве, сидеть же без дела мы не можем, конечно же, решили куда-то реализовать все те мысли и идеи, какие есть. Я сейчас занимаюсь дизайном сумок. Я делаю коллекцию сумок, но это больше я начала для себя это делать. Одна из моих. И так получилось, что проявили интерес поклонники, и мы решили презентовать эту коллекцию. Даже Аня Седокова вам как-то помогает? Потому что она тоже запустила линию одежды, да? Дело в том, что мы, естественно, друг другу помогаем. Я не очень помогала много. Может, советами какими-то? Конечно, конечно. Да, безусловно, идеями, советами. У меня очень много рождается идей. В период, когда мы до этого работали с Петаником Котловским, я очень много подсказываю каких-то идей. У меня все говорят, почему ты рассказываешь себе, береги, храни, давай. Мне как-то не жалко. Я когда нахожусь с теми людьми, которые мне приятны, и для которых я хочу что-то сделать, рядом с ними у меня правда появляются какие-то идеи, которые действительно стоящие. Не просто там, а, сделай то. Действительно, какие-то там грамотные идеи. Так и с Аней. Аня объявляла конкурс, первый сольный альбом хотела свой выпустить. И, значит, конкурс название альбома придумать. И все поклонники у нее огромное количество, там 300-400 тысяч подписчиков. Естественно, там вариантов было масса. А я пишу ей на личный телефон. Я говорю, Аня, могу я поучаствовать в конкурсе? Она говорит, да, конечно. Я говорю, а что полагается? Она говорит, ужин. Ужин типа с Аней. Я говорю, что мне ужин, если я сплю с тобой каждую ночь? Ну, потому что когда она в Киев приезжает, она у меня останавливается. Ну, мы так пошутили. Она говорит, ну, давай, прислай. В итоге я прислала ей название, которое я придумала. Она говорит, все, я уже другие смотреть не хочу. Ей, допустим, понравилась идея. И, ну, могу для хороших людей такую идею придумать. Для плохих не могу. А вам не хотелось снять клип, песню записать, там, и все такого? Это бы, мне кажется, взаимовыгодный такой проект. Вы знаете, мне кажется, это взаимовыгодно и взаимоинтересно, если это неожидаемо. А когда это уже, ну, то есть это самое простое, что мы можем сделать, потому что все думают, что мы запишем дуэт или снимем клип. Как бы нам достаточно и дружбы. Мне бы не хотелось, наверное, использовать Аню как-то. Ну, то есть, ну, не знаю. Я думаю, что у Ани будет еще дуэт, там, с Джеймс Прилопус, например. Это же просто помощь. Пусть и трубка. Как же это? Выгода. Я же говорю, сейчас, во-первых, мы тоже немножечко расходимся в позиционировании и в целом имиджа, образа. То есть я пытаюсь сейчас немножечко в другую сторону пойти. У Ани как бы свое направление, которая работает, там, тоже, опять же, такие очень многие, там, осуждают ее, но от этого осуждения появляется обсуждение, от обсуждения появляется популярность. То есть в какой-то степени, как учил нас один ветеран уже шоу-бизнеса, что артист должен вызывать какие-то эмоции, либо положительные, либо отрицательные. То есть даже если про артисты все время говорят плохо, в любом случае это работает. Есть дети, которых насилуют, тогда заставляют. А у меня было такое дикое желание заниматься спортом, что я сквозь тернии просто пробиралась на тренировки, потому что был тяжелый период, и у меня мама не могла мне давать деньги даже на проезд. И значит, такая история тоже, я для того, чтобы добраться до зала акробатики, должна была проехать 5 остановок на трамвай. И что я делала? Я выходила очень заранее, где-то на трамвай, когда ко мне подходил кондуктор, я говорю, что я всего одну остановку. На этой остановке я выходила, ждала следующий трамвай. И вот так я пока доезжала, я сменяла 5 трамвая. То есть вы понимаете, какая была жажда заниматься, то есть, возможно, это для меня был способ как-то убежать от домашних проблем, потому что дома было не все гладко. Плюс я еще тягала с собой 2 гири. Зачем я это делала? Делала я до сих пор не понимаю. У меня было 2 гири по 2 килограмма. И я по тренировке делала подкачку. И почему-то мне надо было свои личные носить. Я в рюкзаке с книжками. Я после акробатики шла в школу, а после школы еще в цирковую студию. У меня было по 2 тренировки в 10. Я так приходила и потом падала с этими книжками и гирями. Ну, так весело было. А сейчас думаю, ну какие же злые женщины, что с трамвая высаживали ребенка. Они, наверное, думали, что я прячу деньги на сигареты. Если больше нет вопросов, предлагаю перейти к инстаграму. Спасибо вам огромное. Очень было приятно. Я хочу вам подарить наш журнал. Я думаю, что мы реализуем еще какой-нибудь... Кстати, по поводу жажды обучения. Я же начала изучать армянский язык. Я даже выучила там уже алфавит и все. Но потом у нас там просто занятия не индивидуальные, групповые, и было сложно совпадать с графиком там рабочим. А мне рассказывали, что вы ходили на курсы. Да, да, я ходила. Да, ну очень интересно, любопытно. У меня книга есть. Я сейчас с собой летаю сейчас в Москву и беру с собой книгу. Собираюсь вернуться к изучению. Вы хоть какие-то слова знаете? Да, слова знаете. Я выучила алфавит, я даже уже читаю. Столкнулась с жуткой проблемой, что в армянском языке печатные, письменные буквы дико отличаются. Не просто отличаются, а вообще отличаются. Вот поэтому сложно было. Ну, что-то получалось. Спасибо вам огромное. Спасибо. 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 Спасибо.